Здравствуйте, уважаемые коллеги! К нам на кафедру пациенты приходят от различных специалистов с целью консультации, для того, чтобы понимать, можно ли получать лечение в рамках международного протокола. Иногда пациенты приходят самостоятельно. Чтобы понять, можно ли пациенту получать лечение в рамках международной программы, мы предварительно должны ознакомиться с его документами, посмотреть его диагноз, определиться с локализацией, классификацией ТНМ, стадии заболевания, получал ли он какое-то лечение на эту стадию, когда он завершил это лечение, была ли химиотерапия, гормонотерапия или другое, и показано ли это лечение в настоящее время, то есть клиническую группу. После ознакомления с документами пациентами, мы рассказываем больному о клиническом исследовании, о тех препаратах, которые будут использоваться в данном клиническом исследовании, какие спонсоры преследуют цели в данном клиническом исследовании, в чем оно заключается, какие могут быть риски при приеме препаратов, которые используются в данном клиническом исследовании, приходить в клинику, по каким причинам пациент может выбыть из протокола. После предварительного рассказа, если пациент заинтересовался, для ознакомления больному предлагается на выбор или русский, или украинский вариант, форма информирована согласия, и проводится небольшая экскурсия по сайту, то есть палаты, где пациентам проводится лечение, это манипуляционная, где разводятся препараты, это лабораторный блок, где производится забор анализов крови, проводится электрокардиограмма. После выдачи формы информирования согласия для ознакомления пациенту, кроме этого, больной пишет заявление на имя главврача для того, чтобы оформить амбулаторную карту. В амбулаторной карте описывается вся процедура выдачи формы информированного согласия. Одновременно с заявлением пациента, врач также пишет заявление на имя главврача, где указывает, что пациент по предварительным данным может рассматриваться как кандидат в клиническое исследование и с просьбой завести также амбулаторную карту для этого пациента. Пациенту для ознакомления может понадобиться как несколько часов, так и несколько дней, поэтому знакомиться с документами формы информирования согласия может сколько пожелает. Если больной пожелал в этот же день подписать информирование согласия, вся процедура описывается в амбулаторной карте. Кроме этого, пациент регистрируется в системе Инвестигейтор и в системе IVRS, которая пациенту выдает номер скрининговый, а система Инвестигейтор номер амбулаторной карты. После подписания формы информирования согласия пациент, кроме этого, подписывает еще форму о защите конфиденциальных данных, в которой указывает свои фамилии, имя, отчество, а также фамилию, имя и отчество тех родственников или людей, которых он хочет указать, кому он доверяет о себе информацию. Кроме этого, он подтверждает это фамилию, имя и отчество, подписью и датирует.